Всем добрый день! Я всех рада приветствовать снова на своем канале. Ну вот и мы дождались. 19 октября. Первый снежок у нас в Барнауле. Вот такая погодка. Стою, смотрю в окно, и мне так что-то навеяло, вспомнилось маленькое стихотворение еще со школьных времен. Сейчас я вам его прочту. Ласточки пропали, а вчера зарей все грачи летали, да как тень мелькали вон над той горой. С вечера все спится, на дворе темно, лист сухой валится, ночью ветер злится да стучит в окно. Лучше б снег да в югу встретить грудью рад, словно как с испугу журавли летят. Вот такое стихотворение. Что-то мне под эту погодку вспомнилось. Но сегодня у нас речь пойдет о цветах. Вот так выглядит мое окно на кухне. Начнем, наверное, вот с этого. Это сингонио мушковидный. Он был у меня высоченный. Прям вот такой, наверное, высоты был. Я его вертикально вот так вот закрепила. Он был высоченный. Начали нижние листья отмирать. Я его взяла просто вот так вниз и раз и осадила. И закрепила, чтобы он вверх не поднимался. Он до конца сбросил все нижние листочки. И ствол у него получается вот так сложился. Пошли отводочки еще. Вот маленькие. Прям маленькая-маленькая. Там еще несколько. Фикус вот этот. У меня в зале два бонсайчика стоят. Это фикус Наташа мелколистный. Я обрезала и воткнула несколько штучек. Прям без корней так воткнула. Их было штук пять. Вот получается раз-два. И там третий. Вот тут прижились. Ситкриазия пурпурная. Мы ее пересаживали с вами. Кто хочет, может посмотреть. У меня есть видео. Пересадка комнатных цветов без корней, по-моему, называется. Вот он у меня в одном горшке. И в другом, в маленьком. Я вот этот просто срезала по землю прям. Хотела его убирать, думаю, выкинуть или кому-то отдать. В подъезд хотела выставить. Но у меня так он остался. Хорошенький кустик. Вот так и растет. Вот это ситкриазия. Все приросло, как вы видите. Полный горшок. И начал, я еще говорила, будет вытягиваться. Да, начал вытягиваться он вот. В июле. Сейчас вставлю маленькое видео. Коротенько совсем. В июле я сняла чуть-чуть про него. Вот такая нежная прелесть сегодня у меня появилась с восходом солнца. Маленький, аккуратненький, хорошенький. Там еще два бутончика. И вот смотрите. Кто, если хочет, чтобы куст был пышный, вот этот цвет, к сожалению, нужно убирать. Вот прям вот сам вот этот вот стебелечек. Прищипывайте, и тогда не будет вытягиваться куст. Ну, а кто хочет, чтобы он цвел, конечно, оставляйте. Я оставлю, пускай цветет. Хорошенький, нежненький. Так он выглядел в июле. И вот представьте, с июля месяца, он первые цветочки раз свели у него в июле. Вот выпустил, стрелочка была там такая. Выпустил этот цветочек. Сейчас в двух местах получается. У него вот этот был. И потом он дорастил еще боковую вот здесь. Вот одновременно два цветочка. И с июля месяца он у меня цветет и цветет. Постоянно цветет. Вон, видите, сколько отцвевших там уже. Что здесь? Что здесь? Он буквально один день цветет, потом раз закрывается и засыхает. Я уже их все убирала. Представьте, каждый день или через день по новому цветочку. Уже по новой. Вон их там прям куча. Их прям выдергиваю оттуда. И все. Видите? Выдергиваю. Вот так, короче, он цветет. Такие нежненькие цветочки. Это сингониум. Вот ушко видно, сингониум. И вот такой сингониум еще у меня. Красиво смотрится. Как искусственно. Он прям декоративно так смотрится. Этот фикус мы с вами тоже пересаживали. Бенджамина тоже есть у меня видео про него. Можете посмотреть, кто не видел. Мы сюда досаживали плющик. У меня был в стаканчике маленький плющик. Там буквально три листика, наверное, было. Я его решила посадить в свой горшочек отдельно. И прям вкопала вот так туда. Вот у него только вот чуть-чуть зазорчик. Чтобы можно было этот поливать, не заливалось. Да, и он развивается сам по себе. Как я и говорила, корневая не касается больших корней фикуса. Иначе он бы задавил его. И в этом горшке у нас изначально были вот такие живые деревья. Прям, ну, вот так давили этот фикус. Я один маленький-маленький. Вот прям вот такой вот росточек. Они сеются. Вот у них по бокам здесь вырастают детки. Уже у этого я даже убирала детки, чтобы он их не сеял. И один сеянец у меня был посажен. Вот он уже подрос. И что вы думаете? В этом замечательном горшке вот еще что выросло. И кто угадал, что это баклажан? Да, это баклажан. И причем он уже набирает цвет. Нет, спросите, откуда появился баклажан в этом горшке? Да оттуда, откуда же и живое дерево. Неизвестно откуда. Откуда-то с землей. А земля эта получается в этом горшке? На лоджии у меня в дальнем углу, там в столе, стоит мешок с землей. Эта земля мы уже продали дачу давно. В 10-м году продали дачу. Привезена была еще раньше для посадки именно цветов. Хорошая земля привезена была. Ну вот, там откуда-то, видать, семечко баклажана попало с огорода. И что вы думаете? Растет? Иногда покупают семена и говорят, а взойдет ли? Ну, видать, какие семена. Вот свои домашние семена и через 10 лет сходят. Прекрасно. Не знаю, как будет развиваться. Вон там макушечка, видно, что цвет. Вот он, вот он цвет с этой стороны. Будем наблюдать дальше, что будет. А вообще сегодня хотела вам показать свой каланхоя. Мы с вами две недели буквально назад пересаживали его. Пересадили. И смотрите, что у нас получается. Вот эти два листочка отмирали уже, но отпали. Сейчас включу фонарик, чтобы было лучше видно. Еще раз повторюсь, мы с вами две недели назад пересаживали вот этот замечательный каланхоя. Вот такой куст шикарный. Все принялось идеально. Вот этот был с большущими корнями. Какой-то тоже с корешками был. Какой-то был вообще без корней. И отдельно голый ствол с двумя листиками, которые только что при вас убрала. Я его прям до самого низу поставила там. Уже два отросточка дал. Смотрите. Это специально говорю и показываю для тех, кто, говорит, подарили каланхоя. Отцвел, вытянулся, что с ним делать и выкинули. Ну вот, смотрите. Даже если вы посадите голый ствол совершенно. Даже если бы он без корней был, он бы все равно воспринялся и точно так же дал отводки. И весной, я больше чем уверена, будет очень красивый кустик. Вот так вот. Из ничего можно вырастить. Было бы желание. Ну и, наверное, легкая рука. Просто нужно этого хотеть. И чуть-чуть навыков иметь. Кто, если не... Ну, просто не интересуется цветами так слишком, как я. Пожалуйста, заходите, смотрите. Я подробно рассказываю своих видео. Как ухаживать за цветами, за орхидеями. Все, 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 все подробненько. Кто еще не подписан на мой канал, милости прошу. Подписывайтесь. Думаю, будет интересно. Кто любит цветы, кто любит готовить, стряпать, хлеб печь в обыкновенной плите, что получается, как в русской печке. Выращивать вот такие цветы будем с вами. Всех жду. Жмите на колокольчик, чтобы видеть первыми мои все новые видео. И кому нравится, пожалуйста, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. А вам это никакого труда не составляет. Но зато мне будет приятно. Все. До новых встреч. Надолго прощаться не будем. По моей сложившейся традиции. Скоро увидимся. Всем пока-пока. И всех жду с нетерпением на своем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...